Хорошо, давайте продолжим наш курс. Сегодня мы начнем с отображения и преобразования плоскости. В принципе, многое, что будет сказано, относится к более общей ситуации. Давайте просто, наверное, я напомню вам то, что вы уже знаете про отображение и преобразование множеств в более общей ситуации. Вот пусть х у нас множество и у у нас множество, то есть есть два множества. Вы знаете, что такое отображение из х в у, да? Я, давайте, не буду давать определения. Это синоним функции, то есть каждому элементу множества х поставлен вполне определенный элемент множества у. Вот это отображение, то есть функция. Вот если у нас есть, скажем, еще третье множество и есть отображение из y в z, то можно рассмотреть их композицию. f композиция g. Ну, как определяется композиция? f композиция g от точки х по определению. Это есть g от f от х. То есть это то, что вы в анализе называете сложной функцией. Сначала мы применяем f, а потом к полученной точке f от х мы применяем g. Вот, ну, что можно сказать про композицию отображения. Вот если, давайте, у нас есть еще одно, четвертое множество, то здесь возникает два способа взять композиции. То есть вот можно рассмотреть композицию, значит, взять сначала композицию f и g, получить некоторое отображение из x в z, а потом взять композицию с h. Вот, а можно действовать по-другому. Взять вот эту композицию g, с h, а потом взять вот f композицию с этой композицией. И вот, оказывается, для любых трех отображений, для которых существуют композиции, то есть которые действуют между указанными множествами, выполнен закон ассоциативности. То есть ассоциативность композиции отображений. Вот, ну, она очевидным образом проверяется, да? То есть если мы, когда у нас два отображения совпадают, если от любой точки x ее образ в w под действием этих отображений совпадают, образы совпадают. Вот, ну, применяя левую часть к точке x и правую часть к точке x, произвольной точке из множества x, мы видим, что имеет место равенство. Ну, то есть f композиция g от x, это есть f от x. Вот так, да? Теперь, когда мы берем еще композицию с h, то мы h применяем вот к этой точке. Вот, ну, вы легко проверите, что и правая часть, примененная к точке x, произвольной, даст нам то же самое. То есть композиция любых отображений ассоциативна. Вот, это такое основное свойство композиции. Вот, ну, давайте мы еще введем понятие обратимого отображения. Вот, вообще говоря, произвольные отображения, они не обязательно инъективны, не обязательно сюръективны. В общем, разные точки из x могут переходить в одну точку в y, тогда отображение не будет инъективным. Может быть так, что не все точки из y имеют вид f от x для какой-то точки x маленькая из x. То есть, в этом случае отображение не сюръективное, извините. Вот, я, может быть, спрошу, вы знакомы с определениями инъективного, сюръективного отображения? Наверное, из курса матанализа, да? Сейчас, да или нет, я не расслышал. Да, да. Хорошо. Ну, хорошо, ну, давайте очень коротко напомню. Значит, отображение f инъективно. Если из того, что f от x1 равно f от x2, следует, что x1 равно x2. Ну, то есть, если x1 не равно x2, то f от x1 не равно f от x2. Можно так записать, да? То есть, другими словами, разные точки из x по действиям инъективного отображения переходят в разные точки в y. Отображение f называется сюръективным. Если от любого y из y существует x из x, такое, что y равно f от x. Вот, еще такие отображения называют отображениями на, а вот эти отображения в, но мы, наверное, не будем пользоваться этой терминологией. Вот, то есть, в этом случае образом f является все y, образом отображения, да? Все множество y. Вот, ну, и отображение f биективно, если оно взаимно однозначно. Вот, если оно определяет биекцию между множествами x и y. В этом случае, вот, биективность, значит, биективно легко проверить тогда и только тогда, когда одновременно инъективно и сюръективно. Биективно тогда и только тогда, когда одновременно инъективно и сюръективно. Вот, ну, что такое взаимно однозначно, я думаю, вы понимаете, уже сдавали коллоквиум по матанализу. Значит, следующее утверждение, которое нам нужно. f биективно тогда и только тогда, когда существует обратное отображение, которое действует из y в x. Вот, если f биективно, то для него существует... Да, вот что такое обратное отображение? Давайте я дам определение. Вот, у нас есть f из x в y и g из y в x. Вот g называется обратным к f, если... Давайте так. Композиция f, g... Да, вот сейчас еще одно определение, я забыл дать вовремя. f равно тождественному отображению из x в x, а g, f – это есть тождественное отображение из y в y. Значит, давайте я напомню, что для любого множества x существует такое тождественное отображение из множества в себя. Тождественное отображение, которая каждую точку из x переводит в эту же точку. То есть, оставляет ее на месте, можно сказать, да, переводит ее в себя. Вот такое тождественное отображение. Ну, конечно, оно биективно, да, по очевидным причинам. Вот, только здесь отображение из x в x. Вот. Ну, каким свойством обладает тождественное отображение? Вот я немножко перескочил. Вот у нас, пусть, например, тождественное на x есть тождественное на y. Легко проверить, что для любого f из x в y. Вот что можно сказать про композицию, например, f сначала, а потом тождественное на y. Вот. Ну, вы легко проверите из определения тождественного, да, и композиции, что это есть то же самое, что f. А вот тождественное на x в композиции f, то есть, если мы сначала возьмем, то это будет тоже f. То есть, вот такими свойствами обладает тождественное отображение. Вот. Ну, хорошо. И, значит, обратным называется вот такое, что вот эти композиции, значит, являются тождественными отображениями. Ну, давайте, может быть, докажем, что для данного... Ну, то есть, если вот одновременно эти два условия выполнены. Ну что, давайте попробуем доказать, что вот это же единственное. То есть, пусть у нас есть еще же штрих, который тоже удовлетворяет вот этим условиям, да, вот этим условиям. Тогда давайте предположим, то есть, есть у нас еще какой-то же штрих. Ну, то есть, f на g штрих. Давайте вот такую рассмотрим композицию. Чему это будет равно? Вот, с одной стороны... Да, мы пользуемся, конечно, ассоциативностью, поэтому я скобочки здесь не расставляю. С одной стороны, если мы так расставим скобочки и воспользуемся вот этим тождеством, это тождественная на y композиция g штрих. Ну, по свойству тождественного отображения это равно g штрих. С другой стороны, если мы расставим скобочки вот так, то мы получим что? Что... Да, и воспользуемся аналогичным свойством для g штрих. то, значит, здесь у нас будет g композиция тождественная на x, то есть g, а потом это то же самое, что g. Ну, то есть g равно g штрих. Вот, обратное, если оно существует к f, то единственное. Но вы легко проверите, что существование обратного равносильно биективности. Значит, если... Ну, давайте в одну сторону, например, проверим. Что если у нас... Да, давайте проверим. Вот, например, из этого тождества, значит, пусть у нас существует обратное. Да? Пусть... Да, вот я забыл сказать, что так как обратное в силу сказанного единственное, то вот это обратное обозначается просто f минус первый. Вот, пусть для f существует f минус первый. Давайте проверим, что f на самом деле биекция. Тогда мы имеем тождество такое. Вот. Ну, вот давайте применим f. Сейчас, вот как здесь чисто логически лучше рассуждать. То есть, конечно, это у нас биективное отображение. Да? В частности, оно инъективно. Вот, если у нас f от x, давайте предположим, противное равно f от x штрих, то есть, если f не инъективно, для x не равно x штрих, то тогда вот эта композиция тоже не может быть инъективным отображением, потому что, применяя, значит, f минус первый, вот, к левой и правой части, да, к одной и той же точке, мы получим f минус первый от f от x штрих. Вот, конечно, мы получим, что это одно и то же. А с другой стороны, это есть тождественное от x, а это есть... Сейчас, я правильно? Ну да. Это есть тождественное от x штрих. Вот, а значит, мы получаем, что x равно x штрих, что противоречит, да, нашему предположению, что... Вот, ну, то есть, вот из этого тождества следует, что f обязательно инъективно. Вот, ну, аналогично, значит, вот из второго тождества, что-то я тут мелко стал писать, давайте я, может, тут напишу. Вот, вот из такого тождества, что f минус первый, f равно тождественному на y, следует, что f обязательно сюрреактивно, да, почему это так? Ну, потому что мы можем применить сейчас левую-правую часть к произвольной точке из y, и мы получим f минус первый от y, это есть y, то есть любого y из y, да, значит, вот беря в качестве x из x вот эту точку, мы получим, что f от x равно y. Ну, в общем, поэтому, если существует обратное, то, конечно, биективное у нас отображение. Вот, ну, а если отображение биективное, то, конечно, обратное для него строится... то есть если у нас задано вот такое отображение биективное, и мы берем произвольную точку отсюда, так как f в частности сюрреактивно, то существует такая x из x, что f от x равно y. Вот тогда мы полагаем, f минус первый определяем так, из y в x, что f минус первый от y равно x, да, f минус первый от y равно x. Вот, ну и, конечно, легко проверяется, что f в композиции f минус первый, это есть тождественная на x, а f минус первый, композиция f, это будет тождественная на y. Ну, давайте в этом убедимся. Значит, что у нас вот это означает? Что, применяя к произвольной точке, мы должны получить вот произвольные точки из x, да? Ну, давайте посмотрим. Прям это должно прям из определения следовать. Значит, как у нас определяется f минус первый от y? То есть вот f минус первый от f от x это та единственная точка в x, которая переходит... Сейчас. f минус первый от y, да, это та единственная точка, давайте обозначим это y, x, в которую... то есть, которая переходит в y. То есть... Сейчас. Ну, да, f минус первый... То есть, если y равно f от x, мы обозначили, то f минус первый от y — это x. Ну, в общем, в обратном порядке, если мы посмотрим на композицию, f минус первый от y... только здесь, конечно, от y нужно. От y — это будет f от x, ну, где... А это есть, в общем, y. Ну, в общем, это почти такая тавтологическая проверка. Вот. Поэтому, в общем, мы проверили все необходимое вроде бы. Вот. Ну, хорошо. Вот давайте еще я определю немножко введу терминологию. Вот. Отображение из множества x себя называется преобразованием множества x. Преобразованием множества x. Это преобразование множества x. То есть, отображение вот является преобразованием, если x равно y, да? Если x равно y. То есть, если оно действует из множества в себя же отображения, то это преобразование. Такая у нас терминология. Вот. Ну, в частности, тождественное отображение, то, что я называл, это преобразование, на самом деле. Это преобразование. Вот. Ну, конечно, можно рассмотреть там множество всех преобразований множества x. Или множество биективных преобразований множества x. Вот. Ну, все это, конечно, как правило, очень большие множества, если x бесконечно. Вот. Ну, мы будем рассматривать в основном преобразование плоскости. Вот давайте теперь вернемся к случаю плоскости. Пусть x — это множество точек на плоскости, ну, то есть плоскость. вот мы в основном будем изучать преобразование плоскости, то есть отображение из плоскости на себя. Вот. Ну, мы, конечно, будем ограничиваться не произвольными преобразованиями, а преобразованиями, которые имеют какой-то вполне ясный геометрический смысл. Вот. Ну, среди них, конечно, есть тоже действенное преобразование. Вот. Какие еще преобразования плоскости мы можем предложить, рассмотреть? Вот. Пусть у нас а какой-то, скажем, свободный вектор на нашей плоскости. Вот у нас плоскость доски. Вот. Есть свободный вектор на нашей плоскости. П – произвольная точка. Вот давайте рассмотрим такой параллельный перенос точки П на вектор А. То есть это означает, что мы от точки П откладываем представитель вектора А и смотрим, куда попал в какую точку его конец. Это по определению точка Ф от П. Ну, даже давайте мы вот это Ф обозначим ТА. Это, как физики говорят, трансляция, ну, то есть параллельный перенос на вектор А. Значит, еще раз, ТА, давайте так, ТА, это у нас некоторое преобразование плоскости, ТА от П по определению, это и есть П плюс вектор А. Ну, я думаю, геометрический смысл, что означает к точке прибавить свободный вектор, понятен. То есть мы получаем конец представителя свободного вектора, отложенного от этой точки. Ну, легко видеть, что тем самым определено некоторое преобразование плоскости. Причем это преобразование будет биективным. Да? Биективным. это преобразование биективно. В частности, для него есть обратное. Какое преобразование плоскости будет для него обратным? Ну, легко видеть, что обратным для него. Вот, я надеюсь, слушатели уже догадались, это будет параллельный перенос на вектор минуса. На вектор минуса. Вот, ну, опять же, интересно посмотреть, как устроена композиция здесь. Вот, если мы сначала перенесли на вектор а, потом на вектор б, то ясно, что композиция этих двух параллельных переносов, это будет параллельный перенос на вектор а плюс б, да? То есть, сначала мы прибавили представитель вектора а, потом к полученной точке представитель вектора b. Вот, это все равно, что мы прибавили представитель вектора а плюс b. Вот. Ну, давайте еще примеры рассмотрим. Вот, скажем, зафиксирована какая-то точка на плоскости. И зафиксирован некоторый угол альфа, на который мы будем плоскость поворачивать. и давайте сдадим ориентацию, чтобы у нас поворот был вполне определен. То есть, вот у нас есть точка p. Вот, давайте определим поворот точки p на угол альфа, ну, то есть, положительном направлении. Вот, таким образом. Вот тут у нас альфа, ну, то есть, мы откладываем против часовой стрелки, а это будет f от p. Вот, и так для всех точек. Вот, ну, то есть, точка p будет при поворотах на разные углы вокруг точки о двигаться вот по такой окружности. Вот, ну, кстати, тут что можно сказать про, опять же, композицию поворотов вокруг фиксированной точки. Вот, легко видеть, что поворот, композиция поворотов, ну, давайте мы будем обозначать поворот, скажем, r альфа. Это поворот, ну, альфа о, чтобы его полностью задать, поворот на угол альфа вокруг точки о. Поворот. Вот, композиция поворотов на углы альфа и бета вокруг точки о. Легко видеть, это поворот на угол альфа плюс бета вокруг точки о. минус. Кроме того, поворот на нулевой угол это, конечно, тождественное преобразование, так же, как параллельный перенос на нулевой вектор это тоже тождественное преобразование. Ну и легко видеть, что повороты плоскости — это тоже биективные преобразования плоскости Обратное преобразование к повороту на угол альфа вокруг О — это поворот на угол минус альфа вокруг О Ну или, если хотите, на угол 2π минус альфа, если у нас там альфа от нуля до 2π в положительном направлении, то есть против часовой стрелки Ну да, вот, пожалуйста, пример еще, повороты Давайте рассмотрим еще примеры Вот, скажем, у нас есть прямая на плоскости L Вот можно определить отражение относительно этой прямой или симметрию относительно прямой По определению точка P переходит при симметрии в точку F от P Ну, которая симметрична относительно нашей прямой Вот это, ну, не знаю, давайте S обозначим S от P S — это симметрия относительно прямой L Значит, это тоже некоторое преобразование плоскости Ну, вот, например, точки, которые лежат на самой прямой, они при этом остаются на месте Вот, что про это преобразование можно сказать? Вот его квадрат, то есть его композиция с собой Каким преобразованием будет? Ну, конечно же, тождественным преобразованием нашей плоскости Вот, это говорит о том, конечно, что такая симметрия относительно прямой — это обратимое преобразование То есть обратным для него служит оно само И, в частности, оно, конечно, биективно Что, впрочем, и понятно из геометрического смысла Вот, можно, например, рассмотреть композицию Вот, симметрия относительно прямой И параллельного переноса на вектор вдоль прямой То есть композицию S, L Композиция T, A, где A — это направляющий Ну, какой-то вектор параллельный прямой Такое преобразование называется скользящей симметрией Называется скользящей симметрией Вот, может быть, немножко забегая вперед Давайте посмотрим, как задать можно в координатах Вот выберем ось Х, например, совпадающую с прямой L Вот, ну, выберем такую прямоугольную декартовую систему координат, в которой ось Х будет совпадать с нашей прямой L Тогда как у нас будут связаны координаты точки P и точки вот такой? Если вектор A имеет координаты альфа 0 Ну, поскольку ось Х еще раз совпадает с прямой L А, а направляющий вектор прямой L То тогда, да, точка P имела координаты x, y То тогда точка вот такая Давайте ее обозначим P со звездочкой Наверное, P со звездочкой будет иметь координаты какие? Вот что происходит с координатой Y Она претерпевает, как бы, ну, относительно x у нас происходит отражение И поэтому меняется знак А x сдвигается на альфа, то есть на вектор Ну, то есть координаты точки P со звездочкой Это x со звездочкой, y со звездочкой Тогда вот x со звездочкой это есть x плюс альфа А y со звездочкой это минус y Вот так в координатах выглядит Вот в этой специальной системе координат Вот, ну, вообще я немножко забежал вперед Вот преобразование можно задавать, вот выбрав систему координат Формулами, да, потому что если задано преобразование, то для каждой точки плоскости Мы знаем, куда она переходит Вот, и тогда формулы, которые выражают координаты Выбранные системе координат образа точки Через координаты самой точки Сдадут нам наше преобразование в данной системе координат Ну, вот, например, если мы выберем систему координат ПДСК с началом в точке O На плоскости, то поворот на угол альфа в положительном направлении Будет сдаваться, вы легко проверите, такими формулами Х со звездочкой, у со звездочкой Это есть косинус альфа Так, синус альфа, минус синус альфа, косинус альфа, х, у То есть это координатные записи поворота Ну, с параллельным переносом все совсем просто Вот, еще какие есть примеры преобразований плоскости Вот, есть, например, гомотетия с центром в точке O Как она определяется? Вот у нас фиксированная точка плоскости И есть какая-то точка P в нашей плоскости Да, мы должны зафиксировать некоторое k больше нуля Некоторое число действительно больше нуля Вот, и мы скажем, что точка P переходит в точку P' Ну, P со звездочкой, то есть F от P По действиям нашей гомотетии с центром в точке O с коэффициентом k Если точка P со звездочкой лежит на том же луче, что и P И отношение O P со звездочкой к O P равно k Равно k Вот это пример преобразования подобия Ну, точка O, конечно, остается на месте Вот, до сих пор просто преобразования, которые мы рассматривали Легко видеть, то есть параллельные переносы, повороты Вот симметрия относительно прямой Все эти преобразования сохраняли расстояние между точками На иншколе вы такие преобразования называли движениями Вот, а это уже пример преобразования подобия Расстояние между точками меняется там фиксированное количество раз Вот, ну, давайте, может быть, приведу пример еще небиективного преобразования Вот опять же, давайте рассмотрим прямую L Прямую L И, значит, определим проектирование на эту прямую Ну, ортогональное проектирование Значит, точка будет переходить Точка плоскости произвольная будет переходить в основание перпендикуляра Опущенного из этой точки на нашу прямую То есть это будет F от P Вот это проектирование, можно так, на прямую L Вот, если мы, скажем, ось Х направим вдоль прямой L То в координатах это преобразование задастся так Х со звездочкой равно Х, а У со звездочкой равно нулю Потому что если ось ОХ совпадает с прямой L То у всех точек прямой L ординаты равны нулю И поэтому точка с координатами Х, У Переходит в точку с координатами Х0 Под действием вот такого преобразования проектирования Вот, ну, это, конечно, небиективное отображение Вот все точки, которые лежат на вот этой прямой Перпендикулярной прямой L Они переходят в одну и ту же точку P со звездочкой То есть это отображение не инъективно Вот, и оно, кстати, не сюрреективно, да Потому что прообраз имеют только точки, которые лежат на прямой L Вот, ну, хорошо Давайте мы теперь Еще я забыл упомянуть одно свойство такое алгебраическое Вот Что можно сказать еще про свойства композиции? Может быть, вам оно покажет немножко необычным Но, впрочем, мы уже изучали матрицы, умножение которых не коммутативно Вот, вообще говоря, для преобразований Ну, в общем случае, конечно, и множества произвольного Ну, и в частности плоскости Композиция зависит от порядка множителей Вообще говоря F композиция G не равно G композиции F Ну, давайте попробуем привести пример Вот, давайте одно преобразование у нас будет Пусть у нас для простоты там введена ПДСК ОХ, Y Вот, и, значит, одно преобразование Поворот на угол альфа А другое преобразование Симметрия относительно оси ОХ Я вот ее так обозначу Вот, давайте посмотрим, почему они не коммутируют Вот мы Ну, давайте для простоты возьмем Точку P, например Вот, лежащую на оси Х И применим к ней R альфа, а потом SX Точки P Ну, то есть мы сначала ее поворачиваем Мы как бы применяем преобразование справа налево Сначала поворачиваем на угол альфа наш Вот это будет R альфа от P Вот, а потом Производим симметрию, да Вот это будет P со звездочкой Вот, давайте посмотрим В другом порядке SX композиция R альфа От P Это есть Значит, сначала точку P Отразили относительно оси Х Но она при отражении переходит в себя То есть это будет R альфа от P Вот, ну Мы видим, что Для данной точки Одно не равно другому, да Вот И поэтому Мы привели пример Не коммутирующих преобразований Вот, кстати, еще одну вещь я забыл сказать Вот пусть у нас F и G Биективны Биективны Значит, у них есть обратные, да Вот Что можно сказать про композицию F и G Ну, F и G Это даже в общем случае отображение множих То есть это общая ситуация Вот F и G Тогда их композиция тоже Биективна Вы легко это проверите Вот, и значит, у нее Должно быть обратное отображение Обратное отображение Вот Что можно сказать про Обратное к F композиция G Вот Оказывается Это есть Композиция обратных Но в обратном порядке То есть Например Там Когда мы Не знаю Одеваемся Мы одеваем рубашку Потом пиджак А наоборот Значит, мы сначала снимаем пиджак А потом рубашку Поэтому В общем С точки зрения житейской Даже это логично Ну, конечно, это Легко доказывается Просто Давайте проверим Вот Что значит Вот это Обратная к F композиция G Нужно применить Слева и справа Да Вот давайте применим G в минус первой Композиции F в минус первой Ну, опять же Композиция ассоциативна Поэтому скобочки Можно как угодно Расставлять G на G в минус первой Даст нам Тождественное на у Вот И F Композиция тождественного на у Это то же самое, что F То есть Это есть F F минус первой А это есть Тождественное на х Да Вот И аналогично В другом порядке, конечно На G минус первой F минус первой На FG Ну, опять же Вы легко проверите Что это будет тождественное На Z только Да На Z Вот Ну, конечно Все это относится И к преобразованиям плоскости Вот Так как Композиция Вообще говоря Не коммутативна То важно В каком порядке Мы Как бы Применяем Наше отображение Вот Ну, хорошо Давайте Мы Рассмотрим Такой важный Для геометрии Класс Преобразований Преобразований Плоскости Которые называются Афинными Преобразованиями Вообще Вы знаете Я еще хочу Все-таки Одно понятие Ввести Предварительно Немножко Так получается Сумбурно Но Вот Еще одно Общее понятие Ну давайте Мы его Применим К случаю Плоскости Давайте я дам Определение Группой Преобразований Плоскости Ну или Даже можно Рассматривать Более общий Случай Множество Х Называется Множество Преобразований Содержащие Так Давайте Множество Давайте так Биективных Преобразований Лучше скажем Биективных Преобразований Плоскости Ну или Множество Х В общем Случае Содержащие Тождественное Преобразование Тождественное Преобразование Плоскости Там Или Соответственно Множество А также Вместе с Каждой парой Ну давайте Группой Ж Преобразований Значит это Множество Преобразований Вместе С каждой парой Ф Ф Также Ф Минус Первый Тоже Принадлежит Вместе с Ф Ну то есть Давайте я более Коротко напишу Значит Вот же Группа Преобразований Плоскости Если Если Множество Таких Обратимых То есть Беективных Преобразований Плоскости Которая Содержит Тождественное Преобразование Любых Ф Ж Из Ж Значит Их композиция Тоже Лежит Вж И Любого Ф Из Ж Ф Минус Первый То есть Обратное Тоже Принадлежит Ж Вот такое Множество Преобразований Называется Группой Преобразований Вот Давайте Рассмотрим Примеры Которые У нас Уже Есть Групп Преобразований Которые Вы Знаете Из школы И вот Которые Мы Немножко Так Освежили Вот Скажем Группу Преобразований Образуют Параллельные Переносы На Всевозможные Векторы На Плоскости Значит Примеры Групп Преобразований Плоскости То есть Множество Всех Параллельных Переносов То есть На Всевозможные Свободный Вектор Это Будет Некоторая Группа Преобразований Вот Ну Тождественное Преобразование Это Параллельный Перенос На Нулевой Вектор Кроме Того Мы проверяли Что Композиция Параллельных Переносов Это Параллельный Перенос На Сумму Векторов А Обратная К параллельному Переносу Это Параллельный Перенос На Вектор Минуса Вот Ну Конечно Все эти Параллельные Переносы Это Объективные Преобразования Вот Еще Пример Вот Давайте Зафиксируем Точку О И Рассмотрим Повороты Давайте Так Множество Поворотов Плоскости И На Всевозможные Углы Ну Давайте Так Вокруг Точки О Фиксированной Точки О Из нашей Плоскости Тоже Образуют Группу Преобразований Вот А вот Например Симметрия Относительно Всевозможных Прямых На Плоскости Вот Если Мы Возьмем Две Прямые Там Или Штрих Вот Можете Посмотреть Если Мы Рассмотрим Симметрию Относительно Одной Относительно Другой То есть Возьмем Композицию Симметрии СЛ СЛ Штрих То Что за Преобразование Будет Вот Ответ Уже Не будет Симметрия А будет Наверное Для пересекающихся Поворот А Если Параллельный То Параллельный Перенос Вот Ну Вы можете Это геометрически Проверить Посмотреть Как Такая Композиция Действует На Точке Вот Но Давайте Рассмотрим Группу Интересную Которая Содержит Все движения То есть В частности Содержит Содержит Параллельные Переносы Повороты Вот Симметрия Относительно Прямых Ну и Всевозможные Композиции Значит Группа Это Группа Движений Плоскости Ну Я напомню Что Преобразование Плоскости Называется Движением Если Оно Сохраняет Расстояние Между Любыми Двумя Точками Вот Ясно Что Тождественное Преобразование Сохраняет Расстояние Между Точками Если У нас Преобразование Сохраняет Расстояние Между Всеми Точками То Оно На самом деле Биэктивное Это можно Показать И Обратное К нему Тоже Сохраняет Расстояние Между Точками Ну И Композиция Преобразования Которые Сохраняют Расстояние Между Точками Тоже Сохраняет Расстояние Между Точками То есть Это Будет Группа Движений Вот Есть Теорема Шаля В геометрии Которая Утверждает Что Любое Движение Плоскости Является Либо Параллельным Переносом Либо Поворотом Вокруг Какой-то Точки Либо Скользящей Симметрией Но Это Выходит За рамки Нашей Программы По Крайней Мере Вот Это Интересная Группа Вот Можно Рассмотреть Также Группу Преобразований Подобия Преобразование Плоскости Называется Преобразованием Подобия Если Оно Меняет Все Расстояния Фиксированное Положительное Число Раз Ну Вот Гомотетия Пример Преобразования Подобия Со всевозможными Коэффициентами Подобия Тоже Образует Группу Относительно Операции Композиции Ну То есть Группу Преобразований Плоскости Вот Это Будет Еще Более Широкая Группа Чем Группа Движений Вот Ну Группа Движений Легко Видеть Содерживает В качестве Подгруппы Ну В общем Можете Определить Что это Такое Вот Подгруппа Поворотов Вокруг Фиксированные Точки Подгруппу Параллельных Переносов А вот Скажем Симметрии Относительно Прямых Там Подгруппы Не образуют Потому что Как я уже говорил Композиция Симметрии Это не Симметрия Мы вскоре Увидим Почему Потому что Она меняет Ориентацию Симметрия Меняет Ориентацию Плоскости А Значит Композиция Двух Симметрий Сохраняет Ориентацию Вот Поэтому Не может быть Симметрии Вот Ну Вот Мы рассмотрим Более общий Класс Еще Чем Движения Преобразования Подобия Преобразования Плоскости Которые Называются Афинными Преобразования Сейчас Я То есть Афинные Преобразования Содержат Те Движения Или Еще Мы их Будем Называть Движения Ортогональными Преобразованиями Так это Делается В учебнике Вот Беклемишева Например То есть Движения Это то же самое Что ортогональные Преобразования То есть Любое Движение Является Афинным Преобразованием Вот сейчас Мы Определим Что такое Афинные Преобразования Плоскости Афинные Преобразования Вот Пусть у нас Ну Плоскости Я не буду каждый раз Говорить Мы для пространства Тоже можно определить Понятие Афинного Преобразования Но Мы его Рассматривать Не будем Так же Как и для прямой Тоже можно Определить Вот Я дам Определение Из которого Удобно Потом Получать Разные Результаты Но оно Может показаться Вам Есть Очень хорошее Определение Но Чтобы его дать Нужно Ввести понятие Афинного Пространства Вот На которое К сожалению Нет времени Есть Определение Координатное Которое Мне не очень Нравится Вот Поэтому Я предпочитаю Такой Компромиссный Вариант Ну Надеюсь Вы его Тоже Ну Сможете Освоить Легко Вот Пусть у нас Есть две ПДСК На плоскости О Извините Просто ДСК Две Декартовые Системы Координат О Е1 Е2 И О Штрих Е1 Штрих Е2 Штрих Вот Давайте С помощью Этих Вспомогательных Систем Координат Определим Некоторое Преобразование Плоскости Вот Пусть у нас П Произвольная Точка Плоскости Она Имеет Какие-то Координаты Относительно Первой Системы Ну Не знаю Ну давайте Например Вот Для примера Да И Координаты Ее Образа Относительно Второй Системы По Определению Те же Самые Что Координаты Исходной Точки Относительно Первой Системы То есть Афинное Преобразование Ф Мы будем Строить По Двум ПДСК Вот Для того Чтобы Определить Какое-то Конкретное Афинное Преобразование Мы Выбираем Две ПДСК Вот Одну И Другую Да И объявляем Что От любой Точки П Из плоскости П Со Звездочкой То есть Ф От П По Определению Ф Имеет Те же Координаты В О' Е1 Е2 Что И П Исходная Точка В Системе О' Е1 Е2 Вот Тем Самым Вот По Этим Двум Помогательным ДСК Мы Определили Некоторое Преобразование Плоскости Ну вот Давайте Чтобы освоиться Этим Понятием Рассмотрим Примеры Да Вот Точка О В первой Системе Координат Имеет Какие Координаты Ну конечно 0 0 0 Значит По действиям Нашего Преобразования Ф Она В какую Точку Переходит Она Переходит В ту Точку Которая Относительно Второй Системы Имеет Тоже Координаты 0 0 А что Это По действиям Ф Переходит Вот Штрих Вот Давайте Рассмотрим Конец Вектора Е1 То есть Байсного Вектора Вот Первый ДСК Если Его Отложить От точки О Пусть Конечная Точка М1 Какие Координаты Имеет Точка М1 Относительно Первый ДСК Ну конечно 1 0 Да М1 Имеет Координаты 1 0 Относительно Первый ДСК Значит В какую Точку Она Переходит По действиям Ф Она Переходит В ту Точку Которая Относительно Второй ДСК Имеет Те же Координаты 1 0 А это Вот эта точка Будет То есть Ну давайте А звездочки Будут Ладно Пусть будут Штрихи Значит М по действиям Ф Переходит В М1 Штрих Там Аналогично М2 Переходит В М2 Штрих Вот точка П Например Имеет Какие Координаты Если Это вершина Вот Трилограмма Построенного Вот Таким образом Координаты 1 1 Значит Она Переходит Вот В эту точку П Штрих Вот Скажем Возьмем Произвольную точку Плоскости Ну например Не знаю Я какие-то конкретные Выбираю Вот например 1 2 1 2 Ну конечно Перейдет тоже В середину Да Там Ну понятно Середины Этих вот Отрезков Перейдут тоже Вот В серединке Вот И каждая точка Плоскости Переходит Во вполне Определенную точку Во второй плоскости Ну вы извините Ни в какой Не во второй В той же плоскости Выполняя Определенную точку Вот То есть По действиям Нашего афинного Преобразования Каждая точка Переходит Во вполне Конкретную Точку Которая имеет Те же координаты Относительно Второй системы Что Исходное Что сама Точка имела Относительно Первой Вот Давайте Наверное Выведем Формулы Для Афинного Преобразования Вот Ну Какая нам Информация Нужна При этом Вот Пусть у нас С Это матрица Перехода От Е1 Е2 К Е1 Е2 С Ну то есть Я напомню Это Означает Что мы Столбцы Матрицы С Записали Координаты Векторов Второго То есть Штрихованного Байса Относительно Первого Байса Вот Ну Еще нам Понадобятся Координаты Точки Оз Штрих Начало Второй Системы Относительно Первой Системы Х0 Y0 Пусть Точка Оз Штрих Это В Первой Системе Ну то есть Это означает Что Вектор Оз Штрих Я напомню Имеет Координаты Вот этот Вектор Имеет В базисе Е1 Е2 Координаты Х0 Y0 Вот Пусть Теперь П Это Точка Которая Имеет Координаты XY Относительно Старой Системы Значит Ее Образ То есть Давайте Его П Со Звездочкой Все-таки Обозначим Будет Иметь Какие Координаты Относительно Значит Это Старая Система То есть Первая Значит Образ Будет Иметь Ну Лучше Сразу Написать Относительно Новой Системы Те же Самые Координаты Что Точка П Имела Относительно Старой То есть Это Будет Точка F От П Вот Ну Хорошо Вот Давайте Попробуем Записать Координаты Точки П То есть П Со Звездочкой Относительно Первой Системы Относительно Первой Системы То есть Относительно Второй Системы Это Те же Координаты Что П Имело Относительно Первой А мы Хотим Найти Координаты П Со Звездочкой Относительно Старой Системы О Е1 Е2 Вот Тогда Мы Найдем Собственно Формулы Для Финного Преобразования Давайте это сделаем. Ну вот, я думаю, видно еще эту картинку на доске. То есть, P со звездочкой можно представить как сумму двух таких векторов. Значит, O, P со звездочкой — это есть O, O' плюс O' P со звездочкой. Вот. Давайте разложим векторы в левой и правой части по нашим базисам. Вот мы знаем, то есть, пусть точка P со звездочкой имеет координаты X со звездочкой, Y со звездочкой относительно старой системы. То есть, в левой части это будет E1, E2. Точка O имеет координаты 0, 0 относительно старой системы. Значит, тут у нас будет X со звездочкой, Y со звездочкой. Вот. O, O со звездочкой мы тоже можем разложить по вот этой старой системе. Вот. А про точку P со звездочкой мы знаем, что она имеет координаты X, Y относительно новой системы. То есть, это означает, что вот этот вектор имеет координаты X, Y. То есть, те же, что имела точка P в старой системе, вот точка P со звездочкой имеет в новой. Вот. Ну и давайте посмотрим, что здесь у нас справа получится. Значит, у нас… Давайте я поменяю местами. У меня… Нет, я вас запутаю. Ладно. E1, E2, X0, Y0 плюс E1, E2. Я пользуюсь вот этой вот формулой, подставляю, значит, на матрицу перехода на XY. Да? Вот. Ну а теперь все, наверное, собираем, используя дистрибутивность умножения. E1, E2… Ну, давайте тут вот поменяем местами C на XY плюс X0, Y0. Вот. Теперь мы получили вот такое равенство разложений по существу одного и того же вектора по базису. Вот. Так как E1, E2 действительно образует базис, то мы делаем вывод, что координатные столбцы, то есть вот это и вот это равны. И сейчас мы запишем, что мы получили при этом. То есть эта формула напоминает формулу замены координат при переходе к новому базису, к новой системе координат, но имеет другой смысл. Хотя и связана, конечно, с той формулой. Вот. То есть мы получили, что X со звездочкой, Y со звездочкой. Значит, еще раз. Это координаты точки F от P в нашей старой системе координат. О, E1, E2 выражаются вот таким образом через координаты точки. Значит, вот это вот координаты точки P в О, E1, E2. То есть в той же самой системе координат. А вот это координаты, ну, имеет геометрический смысл координат точки О' второй системы координат. То есть это координаты точки F от начала нашей системы координат. То есть, ну, конечно, в О, E1, E2. Вот. То есть вот такие получились формулы. Ну, конечно, можно их написать более подробно, умножив там на матрицу. Что эти формулы нам позволяют сделать? Они позволяют нам, зная координаты произвольной точки в нашей системе координат О, E1, E2, найти координаты ее образа в той же системе О, E1, E2. В принципе, про вторую систему координат можно после этого забыть. То есть она играет чисто вспомогательную роль. То есть она показывает... То есть она получается каким образом? Вот если мы уже знаем наше афинное преобразование F, да, то и задали какую-то систему координат, то как получается вот эта вторая вспомогательная система координат? В общем, нам нужно подействовать на вот... Ну, давайте все-таки я подробнее напишу. Значит, по преобразованию, конечно, и по старой системе координат эта вторая однозначно восстанавливается. То есть вот что такое, например, E1 штрих? Это есть О штрих, М1 штрих, да, а это есть вектор F от О, F от М1, да, где О – это начало первой системы, а М1 – это координаты вот конца вектора E1, отложенного от точки О. И аналогично E2 штрих – это есть О штрих, М2 штрих, ну, то есть это есть F от О, F от М2. То есть, имея афинное преобразование и некоторую систему координат, мы сразу восстанавливаем вот эту вторую вспомогательную систему координат, ну, а можно и без нее обойтись, если у нас уже наше афинное преобразование задано, вот, например, такими формулами. Такими формулами, да. Вот, то есть вторая система координат играет вспомогательную роль, но, тем не менее, она тоже полезна. Вот, кстати, давайте мы в оставшееся время, наверное, сделаем выводы разные из данного определения. Вот, во-первых, что можно сказать про матрицу С? Раз это матрица перехода, она обязательно обратима, да. То есть, вот, формула такого вида может определять афинное преобразование, только если С обратима. Вот, ну, легко видеть, афинное преобразование, оно биективно, а значит обратимо, потому что точку с произвольными координатами x, y в старой системе, она переводит точку с произвольными координатами во второй системе. Ну, в общем, легко поймете, что так как каждая точка имеет причем единственный набор координат, и любая пара чисел упорядоченная является координатами какой-то точки, это будет биекция. Вот, поэтому это у нас обратимое преобразование, и, конечно, мы наоборот, из этой формулы должны быть в состоянии выразить x, y через x со звездочкой, y со звездочкой. Вот, это как раз обеспечивает то, что матрица перехода не вырождена, а значит обратима. Значит, С — это матрица перехода, следовательно, не вырождена, следовательно, обратима. То есть существует c в минус первый, да? Существует c в минус первый. Вот давайте просто явно, насколько можно, напишем эти формулы. То есть вот из первого условия можно выразить x, y так. Ну, впрочем, да, давайте мы просто перенесем x, значит, минус x0, y0, да, вот так запишем. Вот, и теперь умножим на c в минус первый. То есть мы получим x, y, это c в минус первый, x со звездочкой, y со звездочкой, минус c в минус первый, x0, y0. Ну, кстати, мы получили формулы того же самого вида, да? То есть вот это у нас какое-то x1, y1, то есть это какой-то постоянный столбец, а в качестве матрицы перехода мы, конечно, берем матрицу к обратной матрице перехода, вот рассматривая обратное к афинному отображению, преобразованию, извините. Вот, что еще можно сказать про эти формулы? Вот возникает вопрос, верно ли, что любые формулы такого вида относительно некоторой фиксированной, но произвольной системы координат координат, не вырожденной матрицей С, являются формулами, определяющими некоторое афинное преобразование. Значит, еще раз, афинное преобразование мы определили с помощью пары систем координат, пары ДСК. Ну, вот, двигаясь в нашем рассуждении в обратном порядке, мы видим, что действительно, значит, С — это матрица перехода между нашими системами, а x0, y0 — это координаты, там, начала второй системы относительно первой. Ну, то есть мы получаем, что если фиксирована система координат ОЕ1, Е2, то формулы такого вида сдают афинное преобразование, вполне определенное, и наоборот, любые формулы вот такого вида с невырожденной матрицей С сдают афинное преобразование. Вот. Какой еще можно сделать вывод из наших определений? Вот. Чем полностью определяется афинное преобразование? Значит, давайте вот такое утверждение сформулирую, что выберем упорядоченный для, давайте так, для двух упорядоченных троек точек на плоскости, скажем, P1, P2, P3 и Q1, Q2, Q3, ни одна из которых не лежит на одной прямой, из которых не лежит на прямой, существует, причем, единственное афинное преобразование, преобразование F, значит, нашей плоскости, такое, что F от P1 равно Q1 при И от единицы до трех. Вот. То есть, задав, то есть, существует и причем единственное, да? То есть, тут два утверждения содержатся. Вот. Давайте посмотрим, почему это так. Вот у нас есть три точки. P1, P2, P3 и еще тройка точек. Q1, Q2, Q3. Вот. Ну, вы уже догадываетесь, что я хочу сделать. Я хочу P1 выбрать в качестве начала. Вот эти вот векторы, P1, P2 и P1, P3, в качестве базисных векторов первой системы. И то же самое для второй. То же самое для второй. Так. И, значит, давайте рассмотрим то афинное преобразование, которое отвечает вот этой паре систем, координат. Ну, так как тройки точек не лежат на одной прямой, то там векторы у нас E1, E2, неколинеарные, E1, E2, штрих неколинеарные. Ну, в общем, мы получаем вот единственное афинное преобразование, которое переводит первую тройку точек во вторую. С сохранением порядка причем, да? С сохранением выбранного порядка. То есть выбрали по-другому порядок у точек куитых, получили там уже другое афинное преобразование. Конечно. Ну, вот это позволяет как-то представить, насколько афинных преобразований много, да? Насколько их много. Вот, например, движений столько нет, да? Сколько афинных преобразований. Вот, ну, мы увидим, что... Или не увидим, но это легко доказать, что любое движение, конечно, является афинным преобразованием. Нет, увидим, увидим. Мы формулы получим. Вот. Вот, например, давайте попробуем как бы классифицировать треугольники. Мы еще подробнее на задаче классификации относительно группы преобразований остановимся. Но вот пока давайте заметим, что просто переформулируя наш результат, вот любой треугольник, невырожденный, да, то есть который не сводится к отрезку, можно перевести в любой другой, ну, например, там в какой-нибудь равнобедренный, равносторонний, причем даже с сохранением порядка вершин. Вот. В этом случае афинное преобразование плоскости, которое переводит первый треугольник во второй с сохранением порядка вершин, будет единственным. Вот. То есть, в частности, например, любой треугольник можно перевести в равносторонний треугольник, да, в равносторонний. Вот. Мы этим даже можем потом воспользоваться. Вот. Ну, конечно, с помощью движений или даже преобразования подобия это сделать нельзя. Вот. Поэтому афинных преобразований должно быть больше, чем. Но, тем не менее, все-таки их не слишком много. Вот, например, вскоре мы увидим, что, вот, например, такую трапецию перевести, скажем, в прямоугольник, ну, то есть, вот такую трапецию нельзя с помощью афинного преобразования плоскости. Вот. Это на самом деле опирается вот на то, что для каждого афинного преобразования, которое по определению является преобразованием плоскости, стоящей из точек, можно определить связанное с ним или ассоциированное с ним преобразование свободных векторов. Вот пусть у нас есть афинное преобразование плоскости. Вот. Давайте рассмотрим произвольный вектор, ну, скажем, А, Б. Вообще говоря, вот это обозначение предполагает, что мы выбрали некоторый представитель, да, для свободного вектора А маленькая. С началом в точке А и с концом в точке Б. Ну, в общем, мы знаем, что свободные векторы это там классы эквивалентности вот таких упорядоченных пар точек. Вот. И давайте определим, давайте вот мы в плоскости Пи вяжем пространство, это на самом деле линейное пространство, я давал определение, линейное или векторное пространство, свободных векторов плоскости, то есть наших классов эквивалентности. Вот. И давайте с каждым F ассоциируем F-сильдой некоторое преобразование вот свободных векторов. вот как мы такое преобразование зададим. Вот выберем какой-то представитель нашего свободного вектора, то есть мы положим F-сильды от А равно вот такому вектору. То есть вектору, который имеет в качестве представителя вектор с началом в точке F от А и концом в точке F от B. Ну, то есть еще раз, вот точка А у нас под действием F переходит в какую-то точку F от А, да, а точка B переходит в какую-то точку F от B. Вот, тогда мы говорим, что вектор АB переходит вектор вот в этот F от А F от B. Ну, вот что нам нужно проверить? Нам нужно проверить, что если мы выбрали другой представитель нашего вектора А, а именно А'Б', да, вот, то вот этот представитель перейдет просто в другой представитель того же самого вектора F стильды от А. В другой представитель, но того же самого свободного вектора. То есть это будет F от А' F от B' Вот это нам нужно проверить. Вот, ну, как это можно проще всего проверить? Наверное, это не самый красивый способ, вот, но что такое? Давайте проверим в координатах. Вот, если вектор А имел координаты альфа-бета, да, то есть это есть, вот, скажем, если А имела координаты x0, y0, B координаты x1, y1, то вот это есть x1-x0, y1-y0, да, вот, то куда у нас перейдет точка А под действием нашего афинного преобразования, которое сдается вот этими формулами. Перейдет в точку, ну, давайте так, x1 со звездочкой, y1 со звездочкой, это есть c x1, y1, плюс, плохо, плохо, давайте как-нибудь эту начальную точку мы как-нибудь обозначим по-другому. Ох, 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 давайте А, Б, что ли? Нет, тоже плохо. Ну, пусть будет с чертой. Дурацкое, конечно, обозначение. x0 с чертой, y0 с чертой. Вот, аналогично x0 со звездочкой y0 со звездочкой, значит, точка А перейдет в точку вот с координатами x0, y0, точка А перейдет в точку вот с такими координатами c x0, y0 плюс x0, y0 под действием нашего афинного преобразования заданного вот этой формулы. А куда перейдет тогда вектор вот с такими координатами? Вот, он должен перейти в вектор с координатами, которые равны разности вот этих столбцов, да? Вот, ну, легко видеть, что x1 со звездочкой, y1 со звездочкой, минус x0 со звездочкой, y0 со звездочкой. Это есть просто c на x1 минус x0 y1 минус y0. А это есть, соответственно, x1 со звездочкой минус x0 со звездочкой, y1 со звездочкой минус y0 со звездочкой. То есть, мы получили, что если у нас f фильды от А имеет координаты относительно, конечно, той же самой системы координат альфа со звездочкой бета со звездочкой, то альфа со звездочкой бета со звездочкой равно c на альфа бета. Вот. И когда мы заменяем вектор другим представителям, то из-за того, что координаты вектора это разный координат конца и начала, то в общем у нас все сокращается и образ вектора оказывается именно свободного вектора корректно определен. Вот. Вы легко это проверить и в этом убедитесь. Кроме того, вот такая формула у нас получилась. Формула, которая в общем говорит, ну, позволяет нам вычислить координаты образа вектора свободного подействиям афинного преобразования. То есть нужно просто умножить слева вот на эту матрицу С координатный столбец нашего вектора А. Так, у меня время вышло. Хорошо, закончилось время, тогда следствие мы в следующий раз из этого получим. Вот, хорошо, спасибо за внимание. Спасибо.